Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. 14 сентября состоялся чемпионат Западной Армении по стрельбе из лука. 15 сентября состоялась научная конференция культ богини Анаид. Встреча членов правительства Западной Армении с армянами Арцаха. Сыны Западной Армении Тигран и Измерлян. Кто первым использовал тапаним армянское Нагоре? Отправляя детей в Венгрию, подумайте, в какую страну вы их отправляете. Защитник прав человека Арцаха. Армянская певица Сибила, родившаяся в Константинополе, выступила с новой песней и видеоклипом с детским хором Гранда Динка. 14 сентября состоялся чемпионат по стрельбе из лука. На чемпионате приняли участие члены правительства Западной Армении, президент страны Лидия Маркусиан, председатель Национального совета Армянак Абрамян, председатель Национального собрания Нелли Арутинян и прибывшие из Западной Армении депутаты. Встречу выступил Армянак Абрамян, отметив, мероприятие важно в спортивном и культурном контексте. Стрельба из лука неотъемлема, часть нашей культуры и искусства, которую необходимо сохранить и развивать. Наши предки, ваши деды и родители приехали из Западной Армении и сегодня у нас есть возможность на этой сцене выразить силу нашей культуры и нашего искусства. Нужно думать не только о призах, но и о том, как вы выполняете свою работу. Чтобы нанести правильный удар, вы должны прочувствовать это искусство. Вы, участвующие в этом соревновании, должны продемонстрировать высокий уровень и мастерство. Это не только спорт, это и искусство, представляющее наше национальное наследие. Ваше мастерство и преданность делу – большая честь для нас всех. Желаю удачи и сил, чтобы вы продолжали добросовестно и с гордостью представлять культуру Западной Армении. Илития Маркусян в своей речи подчеркнула. Чемпионат по стрельбе из лука – возможность продемонстрировать богатое культурное наследие Западной Армении. Мы должны защищать наше наследие и культуру не только словами, но и делом. Вы, участвующие в этом конкурсе, становитесь символами нашей национальной культуры и мы уверены, своим трудом вы передадите это наследие будущим поколениям. Чемпионат продемонстрировал профессиональное мастерство и важность неизменного сохранения и распространения культурных ценностей Западной Армении. Члены правительства выразили благодарность участникам и организаторам, выразив надежду, что такие мероприятия будут продолжаться, способствуя сохранению и распространению культурного наследия Западной Армении. 15 сентября в отеле Double Tree by Hilton в Ереване прошла конференция на тему культ богини Анаид. Вступительным словом выступил президент Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян, подчеркнув важность сохранения исторического и культурного наследия Западной Армении, отметив, что культ богини Анаид сохраняет свое влияние в Западной Армении. Арминак Абрамян уделил особое внимание значению священных источников для проживающих в этих регионах армян. В своем выступлении Арминак Абрамян подчеркнул. Мы не можем двигаться вперед, не понимая самих себя. Мы должны говорить о Анаид, о природе и о нашей воде. Наша цель, рассказывая о богине Анаид, чувствовать ее. Если мы не будем чувствовать, мы не будем победителями. Как армянский народ, мы обязаны ставить перед собой задачи и решать их. Я говорю о развитии духовной жизни и истинного армянства. Сегодня с нами люди, приехавшие из Дарсима и Муша. Они развиваются. Что мы можем сделать, чтобы они чувствовали себя более сильными в Западной Армении? Мы должны организовать все правильно, чтобы развиваться. Президент страны Лидия Маркусян в своем выступлении подчеркнула. Конференция, посвященная богине Анаид, является не только важным научным событием, но и платформой для информирования международного сообщества о армянском наследии. Отметив, что работают с зарубежными партнерами для обеспечения признания армянских культурных ценностей на международной арене. Президент Национального собрания Нелли Арутиня в своем выступлении акцентировала внимание на важности сохранения армянской идентичности и передачи ее следующим поколениям. Армянский народ на протяжении тысячелетий борется за свою идентичность и культурное наследие. Этот процесс продолжается и сегодня, особенно среди коренных армян Западной Армении. С речью выступил Курмихар Айказнуни, рассказав о богине Анаид, обратив внимание на различия между словами Бог и Божество. По окончанию конференции состоялся прием, где участники продолжили обсуждение неформальной обстановки. В Ереване в представительстве Западной Армении состоялась встреча членов правительства Западной Армении и армян Арцаха. В ходе встречи были обсуждены вызовы, стоящие перед армянством и возможные пути их преодоления. Особое внимание было уделено вопросам прав арцахцев на самоопределение, также процессу подачи заявлений в Европейский суд. Участники встречи выступили с различными предложениями, пытаясь найти решение существующих проблем. Были заданы вопросы и даны ответы, что способствовало углублению обсуждения. В конце встречи состоялся небольшой прием, участники продолжили обсуждение неформальной обстановки, способствуя обмену новыми идеями и укреплению сотрудничества. Тигран Измерлян. Известный меценат из Швейцарии, которого европейская пресса в свое время нарекла Арахисовым королем, национальный герой Армении. В знак высокой оценки деятельности Тиграна Измерляна во благо Армении в 2024 году было присвоено звание национального героя Восточной Армении. В Швейцарии семья Измерлян оказалась в начале 20 века, спасаясь от совершенного против варманд-геноцида в Османской империи. В конце 1960-х годов Измерляну удалось взять под контроль практически весь мировой экспорт гамбийского арахиса и создать свою арахисовую империю, швейцарскую компанию Алимента. В Восточной Армении Тигран Измерлян известен как основатель благотворительного фонда Измерлян. Фонд осуществил в Восточной Армении и Арцахии большое число проектов в сфере образования, здравоохранения и других отраслях. В 2013 году в Ереване фондом на основе научно-исследовательского центра практологии был создан медицинский центр Измерлян. Тигран Измерлян скончался в 2024 году в возрасте 98 лет и навсегда останется достойным сыном Западной Армении и всего армянского народа. Исследователь исторических материалов Хажак Сиря Конян на своей странице в Facebook опубликовал фотографии, написав, название армянское на горе впервые использовал и вел в употребление немецкий георгиев Герман Абих, издав трехтомное произведение «Географические исследования кавказских стран», в котором второй и третий тома посвящены армянскому Нагорю. Таким образом, вел в обращение физико-географическое название «Армянское Нагорье». Немецкий георгиев Карл Литтер назвал армянское Нагорье прохладным горным островом, богатым воздухом и водой. В своем Facebook-аккаунте уполномоченный по правам человека Арцаха Герам Степанян написал следующее. Организация лагерей для детей Арцаха со стороны Венгрии лицемерии дешевый гуманитарный жест, не заслуживающий внимания. Вы, вероятно, в курсе, что в рамках сотрудничества с правительством Венгрии около 120 детей, перемещенных из Арцаха, отправились в Венгрию для участия в летнем лагере. Согласно распространенным данным, еще тысячи детей поедут. Венгрия – страна, которая традиционно придерживается прокурдских, проазербайджанских позиций, в частности, в вопросе Арцаха. Венгрия – страна, которая экстрадировала убийцу Рамиля Сафарова в Азербайджан. Венгрия – страна, которая на высшем уровне, на уровне премьер-министра, участвовала в саммите тюркских государств Шуши после геноцида и этнических чисток в Арцахе. В ней блокады должно было быть совместное заявление всех 27 стран-членов Европейского Союза о ситуации в Арцахе. Однако Венгрия заблокировала его. Я хорошо помню ярко выраженное проазербайджанское выступление представителей Венгрии на заседании Совета безопасности ООН, когда обсуждалась тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в Арцахе в результате блокады. После всего этого организация лагерей для арцахских детей – это просто лицемерие и дешевый гуманитарный жест, которому не нужно поддаваться. «Дорогие родители, я, конечно, не могу решать за вас и даже не претендую на это, чтобы решать. Но при принятии решения отправить детей в Венгрию, подумайте, в какую страну вы отправляете детей», – отметил Степанян. Сибил – известная армянская певица и музыкантка, родившаяся в Константинополе в сотрудничестве с детским хором Гранта Динка, выпустила новую песню и видеоклип «Барри Люс». Песня, опубликованная на YouTube, призывает человечество помнить о силе добра и о борьбе со злом. Песня «Барри Люс», написанная при участии детского хора Гранта Динка, подчеркивает важное слияние с чудесами природы и использование их в наши дни, когда человечество становится более жестоким. Текст песни, стихотворение Амос Агьяна, музыкальная аранжировка Дженг Ташкан, Маджак Тошекян, режиссеры Ару Цюнгеворкян и Саят Даглян. Такие были новости на сегодня. Мира вам и добра!